Продолжение следует... Не волнуйтесь, успокойтесь, лежите, отдыхайте. Вы нас знаете? Мы друзья вашего партнера по бизнесу Дмитрия Евгеньевича. Вы помните своего партнера по бизнесу? Ты здесь главный? Да. Я так и думал. Ты помнишь своего партнера по бизнесу? Помню. Помнишь? Хорошо. А я так понимаю, что мы оторвали вас от... Ужина? А что вы едете? Вермишель. Быстрого передавления. А, БП-шка! Клёпо. БП-шка это королева завтрака. Ты знал об этом, Вик? Вкусно? Да. Вкусно. А, можно попробовать? Да, конечно. Угу. М? 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 Виктор, хочешь? Очень вкусно. Я не волосы. Я каждый день ел бы пачки, но моя подруга, Стефа, запрещает не езжать, потому что говорит, что эта штука, вот эта именно штука, а именно БП-шки, убивает тебя или меня. Быстрее пуля. И все. Кстати, что за пиво здесь, в Крете? М? А? М? 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 Ах. Можно? Да, конечно. Да, конечно. Хороший пиво. А ты знаешь, как называют БП-шки в Китае? Нет. Не знаешь? Виктор, скажи ему как. Ромэн. Понял. А знаешь, почему Ромэн? Потому что древняя племя цыгам, путешествуя по древнему Китаю, завезла к нему вот эту божественную пищу. М? Скажи, дорогой друг, ты случайно не знаешь, где то, что нам с Виктором жизненно необходимо? Вон там. По-моему, я не с тобой сейчас разговариваю. Ну и, где же то, что нам с Виктором необходимо? Нет, то есть, что под столом. Мы довольны? Виктор, мы довольны? Да, мы довольны. Как вас зовут? Я вот знаю, вас Виктор, да? А вас как? Какая разница, как меня зовут? Ну как бы у вас наш общий босс, Дмитрий Евгеньевич, ну как неловко получилось все вот это вот? Может быть, как-то все решили? Здравствуйте, друг. Неловко получилось. Я тебя немножко перебил, но... Боюсь, что тебе больше нечего сказать. А у меня есть к тебе вопрос. Я постараюсь на него ответить. Скажи мне, пожалуйста, как выглядит Дмитрий Евгеньевич? Что? Я спрашиваю, как выглядит Дмитрий Евгеньевич? Еще раз скажешь, что? Я тебе бошку разберу. Ну скажи еще раз, что? Что? Скажи, что? Как выглядит Дмитрий Евгеньевич? Он толстый. Хорошо, продолжай. Лысый. Угу. Тогда скажи мне, он похож на лоха? Что? Нет. Тогда почему ты хотел его поиметь как лох? Дмитрий Евгеньевич, мне нравится, когда его имеет кто-нибудь, кроме его жены. Скажи, ты когда-нибудь читал Уголовный кодекс Российской Федерации? Нет. А я читал. В одной библиотеке мне настолько понравилась статья, что я взял и вырезал страничку оттуда. С тех пор я ношу ее с собой. Она как нельзя, кстати, подходит к сложившейся ситуации. Согласно статье 186 Уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации, смертная казнь исполняется непублично путем расстрела отдельно в отношении каждого из осужденных и в отсутствие остальных, кто уже покинул этот мир. В процессе чего присутствует прокурор и представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь. Тело же осужденного для захоронения не выдается и о месте захоронения не сообщается. Продолжение следует... Продолжение следует...